Добро пожаловать на канал AMF Films, где для вас звучат жутко интересные пересказы. С вами Марк, и мы начинаем. 2067. Петля времени. 2067 год. В результате аномального климатического потепления на Земле начались массовые пожары. Города превратились в пепелища, растения вымерли, а природный кислород исчез. В результате на планете остался последний освещенный город, в котором люди дышат при помощи синтетического кислорода. Многих из-за этого начинает рвать кровью, а через некоторое время и вовсе наступает смерть. Данный синдром прозвали «чахотка», которая обрекла человечество на вымирание. Итан Уайт работает в тоннеле со своим напарником Джудом Мэттерсом. Они оба занимаются техническими работами, чтобы поддерживать стабильность ядерного реактора. Итан с детства носит на руке браслет, на котором постоянно горит красный индикатор. У него есть жена Ксанта, которая болеет чахоткой. Молодой человек уверен, что сможет помочь ей, если будет больше работать, заработает больше денег и копит жене более совершенную маску для дыхания. Однажды Итана вызывает к себе Регина Джексон, глава отдела исследования частиц. Джуд идёт следом, не желая оставлять друга. Женщина приводит сотрудников в лабораторию, где когда-то работал отец Итана – Ричард. Она уверяет, что только молодой человек способен спасти планету. Придя в лабораторию, парню показывают устройство, которое носит название «Кроникл». Оно способно отправлять в будущее сигналы и предметы, а также получать обратные ответы. Итану сообщают, что ранее был послан сигнал, чтобы проверить, есть ли что-то на другой стороне. Оказалось, что там находится будущее через 407 лет от текущих событий. Поначалу это удивляет Итана, ведь по прогнозу учёных, люди вымрут максимум через 20 лет. А раз из будущего приходит ответ, значит, кто-то нашёл способ предотвратить крах человечества. Но ещё больше его удивляет сообщение из будущего, которое гласит «Пришлите Итана Уайта». Поначалу молодой человек категорически отказывается отправляться неизвестно куда. Более того, он видит флэшбэк, в котором отец соорудил подарок в виде коробки, а когда мальчик засунул туда руку, в ней зафиксировался тот самый браслет с горящим красным индикатором. После отец ушёл. Он перезвонил домой и попросил жену вместе с сыном выйти на улицу. В этот момент на них было совершено нападение. В результате женщина погибла, а мальчика спас Джуд Мэттерс. Домок Санты уговаривает мужа отправиться в путь и найти способ спасти человечество. Молодой человек оставляет девушке цветок из металла, на котором написано «Я найду способ вернуться к тебе». Перед отправкой один из учёных даёт Итану прибор с именем Арчи, который должен помогать парню, а также отслеживать показатели жизнедеятельности. Скафандр молодого человека загорается, как только тот прибывает в будущее. Он быстро избавляется от него, а спустя несколько секунд тот взрывается. Придя в себя, Итан видит вполне пригодную для жизни местность, похожую на джунгли. Он делает вывод, что люди действительно смогли восстановить планету. Однако никаких живых организмов вокруг обнаружить не удаётся. Так же, как и Арчи, не может обнаружить ни одного спутника. Пройдя немного вглубь, парень находит человеческий скелет. Изучив его одежду и браслет на руке, Итан понимает, что это его останки. Единственное отличие в том, что браслет на руке скелета горит зелёным индикатором. Осмотрев вещи, молодой человек находит всё ещё рабочий Арчи с разбитым экраном и 2% зарядом батареи. Запустив прибор, парень прослушивает последние записи. Он слышит лишь обрывки и понимает, что разговаривал с Джудом, а после раздался выстрел и всё стихло. Проведя в джунглях достаточно долгое время, Итану удаётся развести огонь. Однако спящие дела обстоят туго. Не сумев найти ничего подходящего, он проваливается в глубокий и тревожный сон. Придя в себя, он видит Джеда, который протягивает другую еду. Оказывается, в прошлом отследили сигнал об ухудшении физического самочувствия парня и отправили друга ему на помощь. В то время Арчи удаётся уловить какой-то сигнал, и он приводит друзей к бункеру. Внутри напарники находят пульт управления. Итан нажимает кнопку «Интер», и в этот момент браслет на его запястье вонзается в кожу, выдавливая каплю крови. Спустя мгновение на экране появляется оповещение о том, что доступ открыт, а индикатор на браслете парня загорается зелёным цветом. Свет в помещении включается, и друзья видят Кроникл, который должен вернуть их обратно в 2067 год. На приборе включается таймер, который оповещает, что до запуска осталось 4 часа. Джуд рад, что они могут вернуться домой в то время, как Итан не может понять, почему бункер пуст. Более того, он считает, что зелёный индикатор на браслете скелета означает, что эти события уже происходили, и они что-то упустили. Однако друг начинает нервничать, уверяя, что найденные останки не принадлежат парню. Итан запускает запись архивных данных Кроникл и видит перед собой голограмму отца. Ричард сообщает, что его изобретение будет отправлять запрос в будущее, в надежде узнать, каким образом им удалось предотвратить вымирание и восстановить планету. Мужчина получает ответ, что на той стороне 2474 год, и получает то самое сообщение. «Пришлите Итана Уайта». Регина Джексон хочет произвести отправку матери, однако в этот момент учёный сообщает, что в будущем случилась поломка. В этот момент голографическое сообщение прерывается, и система даёт оповещение о сбое работы ядерного реактора. Итан не может понять несколько вещей. Кто в итоге починил реактор? Кто отправлял сообщение прислать именно его? Где вообще хоть кто-то, у кого можно получить лекарство? И почему прислали Джуд, а не какого-нибудь солдата-медика? Друг начинает заметно нервничать. Он просит Итана помочь восстановить реактор и подачу питания, но прежде предлагает ещё раз осмотреть окрестности. Подойдя к краю джунглей, напарники находят остатки известного им кислородного завода и города в целом. Всё заросло зеленью. Войдя внутрь и обнаружив несколько человеческих останков, Итан понимает, что никакого лекарства нет, и люди не нашли способа выжить. Планета попросту сама дождалась, пока человечество вымрет, после чего восстановилась. Найдя учебный класс своей жены, Итан видит танки девушки и оставленный им цветок с надписью «Я найду способ вернуться к тебе». Перед смертью Ксанта дописала сообщение словами «Жаль, что ты не вернулся». Молодой человек приходит в отчаяние, виня себя в гибель близких. Джуд пытается успокоить его и произносит ту самую фразу, которую парень уже слышал от Арчи, найденного у скелета. «Может, оно и к лучшему. Никому из них уже не больно». Шокированный Итан просит Арчи из прошлого проиграть архивные записи. Услышав это, ошарашенный друг достает пистолет и направляет его напарня. Итан уверен, что напарник хочет его убить, но на самом деле тот просто пытается подтолкнуть его к восстановлению реактора. Первая попытка заканчивается неудачей, и дверь начинает закрываться. Джуд пытается удержать ее, но Итан выталкивает друга за пределы помещения, решив с собой пожертвовать. Переключив нужный рычаг, Итан восстанавливает работу реактора и теряет сознание. Джуд находит возможность проникнуть в помещение, чтобы вытащить оттуда друга. Вернувшись к пульту управления, напарники узнают, что до активации системы осталось 37 минут. Джуд вздыхает с облегчением и просто ложится на пол в ожидании отправки. Итан в этот момент открывает одну из дверей и находит за ней свои останки. Он переставляет внутренности из старого Арчи и просит прибор проиграть последнюю видеозапись. На ней видно, как друзья ругаются, а после Джуд переставляет колбу молодого человека пистолет. Он закрывает экран Арчи рукой, после чего раздается выстрел. Не веря, что шансов на спасение планеты в прошлом нет, Итан досматривает архивные записи Chronicle, несмотря на попытки друга помешать ему. Ричард Уайт сообщает, что вся его работа была исключительно ради сына. Его расчет был на то, что парень отправился в будущее и остался там, где природа уже восстановилась. На записи видно, как в помещение входит Регина и молодой Джуд. Поняв, что Регина не собирается искать лекарства, а просто хочет сбежать с десятком избранных в мир, где нет катастрофы, мужчина сообщает ей, что эта программа запрограммирована так, что на другом конце активировать ее можно только при помощи ДНК Итана. Чтобы Ричард не помешал плану, женщина убивает его, а затем приказывает Джуду стать ангелом-хранителем мальчика. Услышав это, Итан начинает выяснять отношения с другом. Все происходит именно так, как было на записи. Разница лишь в том, что мужчина не убил парня, а он выстрелил себе в голову. В это время в 2067 году группа избранных готовится к отправке в будущее. Ожидая возвращения Итана, Регина приказывает одному из охранников убить его при появлении. Это объясняют те останки, что он обнаружил при входе в бункер. Однако вместо молодого человека в лабораторию прибывают растения из будущего и Арчи, на котором проигрывается видеозапись, как Регина убила Ричарда. После Итан посылает в более раннее прошлое сообщение «Пришлите Итана Уайта» и уничтожает Кроникл. В 2067 году Ксанте смотрит телевизор и узнает, что Регина была арестована, а в компании произведен обыск, при котором найдено несколько видов растений. Возможно, человечество имеет шанс на экологическое возрождение. Сама же Ксанте получает живой цветок. В 2474 году, похоронив Джуда, Итан кладет возле его могилы металлический цветок и видит, что на нем нет сообщения от жены. Повернув голову, и к своему удивлению он видит живую бабочку. Подбежав к выходу из бункера, парень видит, что его скелет исчез. А внизу, вместо руин, появился город будущего. Это значит, что все получилось, и человечество было спасено. Друзья, большое спасибо за просмотр. Берегите будущее, берегите планеты. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и, конечно, пишите комментарии. Смотрите интересные и действительно фантастические фильмы вместе с нами на еще пригодной земле на АМФ Филмс. Пока-пока.